МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее обо всем подробно. Построить новую спортивную площадку или отремонтировать старую, проложить тротуар, поставить детский городок. Эти и многие другие предложения можно реализовать, став участником областной программы поддержки местных инициатив. Саров заявился на конкурс впервые. Однако все представленные на суд жюри проекты, а их всего шесть, были одобрены. Три проекта у нас по поставке и установке малых архитектурных форм. В частности, два проекта по организации спортивных площадок. Это вот в этом дворе Харитона-6. К существующему небольшому комплексу будет построен комплекс из пяти тренажеров. На Харитоне-16 такая же тренажерная площадка. Важно отметить, что 50% средств для реализации проектов направляет область, 30% – затраты местного бюджета, от 10 до 12 – средства граждан. Оставшаяся часть – вложения спонсоров. Стоимость проектов от 360 тысяч до миллиона рублей. Один из самых дорогих связан со строительством тротуара на улице Димитрово. Инициативу граждан поддержал Сергей Куприков. В программу еще удалось включить подъезд к домам по улице Южная, Южная, 34. Это проезд к частным домам. Дороги с твердым прокрытием практически не существовало там. Уже достаточно долгий период времени. В период распутицы весенней-осенней было достаточно трудно проехать. Но еще удалось включить по той же самой схеме возможность доделать проезды. К домам по озерным проездам. В настоящее время идет подготовка аукционных мероприятий для определения подрядчиков. После этого начнутся строительные работы. В программе по реализации частных инициатив может принять участие любой горожанин или группа людей. Если в вашем дворе не так комфортно, как бы вам хотелось, и вы согласны потратить часть своих денег на строительство, например, детского городка, обращайтесь в департамент городского хозяйства. В Нижнем Новгороде в музее усадьбы Рыковешниковых прошла церемония награждения победителей региональной премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества «Нижегородский Феникс». Попечителем проекта с 2011 года является губернатор Валерий Шанцев. Лауреатами в номинации инициатива в сфере добровольчества стали члены клуба волонтеров «Инсайт» молодежного центра города Сарова. А всего по итогам прошедшего 2014 года премия вручена в семи номинациях «Благотворитель года», «Доброволец года», «Фирма доброй воли», «Инициатива в благотворительности», «Инициатива в сфере добровольчества», «Социальные СМИ года» и «За вклад в развитие благотворительности и добровольчества в Нижегородской области». За первое полугодие в Нижегородской области более 5000 человек пострадали от укусов животных, как сообщает региональный Роспотребнадзор. За шесть месяцев к врачам обратились 5013 человек. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2014 года. 23% пострадавших – это дети до 14 лет. Кроме того, более чем на 20% возросло число пострадавших от укусов дикими животными. Сарова обстановка спокойная, сообщили нам в КБ-50. С укусами животных саровчане к медикам обращаются, но не чаще, чем обычно. Бывают нестандартные ситуации, например, укус ежика. Медики советуют избегать контактов с дикими животными и напоминают, что они могут быть переносчиками вируса бешенства, в том числе ежи и лисы. В детских оздоровительных лагерях имени Гайдара и Лесная поляна сотрудники специализированной пожарно-спасательной части номер 6 провели Дни безопасности. Ребята и персонал лагерей отрабатывали действия при эвакуации из зданий в случае пожара, посмотрели на работу пожарной техники, с большим интересом боролись с огнем с помощью огнетушителей, принимали активное участие в пожарной эстафете, а еще посмотрели фильмы пожарной безопасности и ответили на вопросы викторины. В мероприятии приняли участие 448 детей и 78 человек из педагогического и обслуживающего персонала. Итоги работы за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта тема стала основной на встрече начальника Саровской полиции с журналистами. Общее количество зарегистрированных преступлений осталось на уровне прошлого года – 278. По одним статьям небольшой спад, по другим небольшой рост. Произошел рост преступлений, совершенных лицами ради несудимыми в состоянии алкогольного опьянения и преступлений в общественных местах. Но преступления в общественных местах, хочу сразу сказать, и тоже лицами в состоянии алкогольного опьянения инициативно выявлены. Это в основном кражи из магазинов. Рост по статье «Особо тяжкие преступления» связан с двумя убийствами, которые произошли в Сарове за первые шесть месяцев года. В прошлом году за тот же период не зарегистрированы ни одного. На 22% увеличилось количество краж – 127 случаев. Преступления против собственности продолжают занимать доминирующие позиции в структуре саровской преступности. Небольшое снижение выявлено по линии незаконного оборота наркотиков. Однако эта проблема остается актуальной. Может быть, она не такая актуальная, как в Нижнем Ногуре, но вместе с тем, город у нас, считаю, небольшой, можно в данной области навести порядок. Может быть, не искоренить, конечно, да, громко будет сказано, но вместе с тем навести какой-то порядок, взять все это под контроль. Как и в прошлом году, за первые шесть месяцев совершено 12 грабежей, одно разбойное нападение, два преступления, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. Увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов. Родителям стоит обратить на это особое внимание и поговорить со своими детьми о безопасности на дорогах. Несмотря на увеличение числа преступлений и происшествий, по некоторым статьям раскрываемость тоже выросла на 17,5%. Возможно, это обстоятельство в числе прочих повлияло на оценку деятельности УВД. По итогам пяти месяцев Саровская полиция занимает 20-е место среди 35 городов и районов области. Для сравнения, в конце прошлого года УВД Сарова находилась на 33-й позиции. Считаю, что все-таки вот это 20-е место, это достаточно определенный результат, все-таки работа проведена определенная. Мы работаем, нацелим ежедневный личный состав. Спрос считаю, что немножко ужесточился, даже не немножко, наверное, да. Ежедневно подводим итоги, спрашиваем с каждого сотрудника. Высокую оценку также получила работа с поднадзорными лицами, отбывающими условные наказания или освобожденными условно-досрочно. Проблемой остается комплектация кадров. В настоящее время в УВД открыто 74 вакансии. Самый большой кадровый пробел в ППС и службе участковых. Первые половины лета на исходе. Саровские школьники уже успели насладиться каникулами. Но и впереди еще масса планов. Как отдыхают юные саровчане. У бабушки ездил в деревню, на рыбалку иногда. И все. Я сначала ходила в спортивный лагерь. Мы ходили в кинотеатр. Вот сейчас идем и с кином. Я навещала, ездила в деревню, навещала. Гуляем всегда. Потом. То есть хорошо вам отдыхать этим летом, весело? И с папой поедем скоро на рыбалку. Я почти все это лето провела у бабушки. Мне звонили ребята, спрашивали, когда я приеду. Но я все время не приезжала. Вот сегодня, вчера приехала. Мне очень хорошо отдыхается. Я вообще люблю отдых. Очень я тороплю время, чтобы быстрее закончились каникулы. Потому что я очень соскучилась по школе. Ну и вообще охота на море. Как ты отдыхаешь этим летом? Хорошо. А где была? Пока еще нигде, только у бабушки. А планируешь куда-нибудь ехать? Да. Куда? Все я здесь не сделаю. Я сделаю еще. В Крым. Планирую в Москву поехать. Ну отдыхал этим летом хорошо. Где был? На протяжке в Москве, в Нижнем Новгороде. В деревню, наверное, поеду. А где уже побывал? Нигде. В городе отдыхал? Да, гулял, планшет играл. Я отдыхал в Москве немного. Сейчас отдыхаю в лагере Юнатов. Ну, как сказать, отдыхаю. Собираюсь отдыхать в лагере Гайдаре. А так в основном гуляю. Иногда сижу дома там. Так. То есть, в принципе, насыщенные леты твои проходят? Ну да. Ну, сейчас половину лет почти прошла. Ну, самое веселое это было, когда мы сегодня сходили в живой уголок. Было очень весело держать кролика. И выгулять хорька. Даже поиграть с мышкой. Ну, в общем, было очень весело. А что думают взрослые о том, как организован в Сарове детский отдых? Ну, по-моему, нормально как бы это самое организовано. Всегда было так вот достаточно хорошо. Не хуже. Не хуже. В принципе, я думаю, что у детей сейчас масса возможностей проводить досуг так, как они хотят по своим интересам. И структуры городские, мне кажется, работают в этом направлении, которые этим занимаются. Все зависит именно от интереса ребенка. То есть, если у него есть желание, он будет отдыхать, соответственно, своим желанием. Возможностей масса, вот я так могу сказать. Во вторник, 14 июля, в Сарове облачность с прояснениями днем 20 градусов, вечером не выше 14. В Нижнем Новгороде, 14 июля, переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем 17 градусов, вечером похолодает до 11. В Москве во вторник облачность будет переменной днем 19, вечером 14 градусов.